Такую вещь покажу. Теперь 4 милливольта на этом конденсаторе, который после диодного моста и на катушке. Из катушки выходной выходит. Индуктор тут один слоем 13 метров, намотан где-то 0,5 мм квадратных проводом. Вторичка тут уже побольше метров, несколько слоев. Из вторички прямо идет на диодный мост, а первичный качается от горшка. Идет обмотка из этой обмотки тоже. То есть никакого резонанса нигде нет. Кроме резонанс, основные колебания можно найти собственные катушки, собственные колебания катушки. Вот, теперь, когда включаю, как напряжение будет подниматься. Вот, 293 вольта. Вот, и напряжение. Вот, я частоту могу поменять, она немножко поменяется. Ого, даже 300 вольт. Вот там на гармониках резонанс ловится вот этой съемной катушке. Вот так, вероятно, и у колобического ухова работает прибавка напряжения. Вот, 290. То есть, без нагрузки вот такое высокое напряжение, без никаких резонансных конденсаторов. Если вот, включу хотя бы, так, фото-трансформатор Тесла или разрядник, у него, видимо, должен поднять напряжение, вот до такого напряжения. Я тут хочу показать 20 ватт на лампу, как будет гореть. Вот, вот такая, если я вкручу. Тут не написано, сколько I want it. Тут уже что-то потерлось. Не видно. Но, помню, где-то она 20 ватт была. Вот такая маленькая, вот эта, то есть, вот эта 53 ватт. То есть, я могу и эту вкрутить. Вот напряжение. 280 вольт. Тут стоит резистор, там, на мегаломках, параллельный конденсатор. Он разряжает, поэтому... Тут один микрофарад конденсатор. Поэтому он всегда, ну, разряжается на напряжение. Если бы не было резистора, она бы максимально накопилась, и потом так держалась бы. Так нужно, чтобы не было на что было. Вот, включил лампу и сразу напряжение 54 вольт. Вот так лампа горит. Ну вот, могу чистоту и осилограмму. Если показать осилограмму, можно видеть, как она меняется. С лампой и без лампы. Какая-то прибавка посвечения есть. То есть, чем я бы не знаю. Пряжение. Вот там уже высокая частота. Ну вот. О, что? Тут уже недавно быть. Тут уже щуп, возможно, пробило. Потому что он уже зашкаливает, показывает. Тогда, если я выкручу лампу, он вообще там пойдет очень высоко. Он раньше же так не зашкаливал. Вот на выходе примерно прямоугольник. В общем, лампу выключим на 224 вольта. Ну и вот, там уже колебания на такие люди. Уже другая как бы чистота. Потому что там начинает резонировать вот эта обмотка. Она сама по себе без никаких конденсаторов. А пушпу ее каждую там третью или четвертую там подталкивает. Как бы она на выше частота колеблется. Поэтому такое высокое напряжение. Вот тут у меня уже, похоже, пробило. Это щупа конденсатора. Это, видимо, когда я за разрядником там баловалась. И он уже как бы неправильное деление показывает. Но только что я мерил, еще было нормально. И теперь уже сошкаливание идет. Вот я его отключу. Напряжение еще вырастает. Когда без лампы, тогда он наоборот вырастает, когда щупает. Покажу, как горит. А еще кое-что хотел показать. Давай попробуем подстроить чистоту и максимально добиться. Максимальная яркость. Вот тут 56 вольт. Какая-то чистота. 215 кГц показывает. Какая-то неправильная, видимо, чистоту этой. Генератор. Попробую посмотреть на генераторе, что идет. Генератор. Тут и на минус. 215 кГц. Ну, видимо, такая чистота и есть. В общем, если теперь отключу лампу, отключу, то вообще может она на 300 вольт зайти, на 400 вольт. И я боюсь, что может этот тестер сгореть. Поэтому я от резонанса отойду. Такую вот в одну сторону накрутил. Транистор горячий. А этот не горячий. Вот. Потребляет 1 ампер и 25 вольт. Теперь вкручу лампу. Я просто... Тут вот 34 вольта на такую лампу. Теперь подкручиваю частоту и самую максимальную. Вот это, видимо, чем выше частота, теперь тут наоборот эффект, тем хуже уже горит, уже не прокатывает, как стойланта. Уже вот на самой низкой частоте самое большое напряжение 35 кольт. Теперь частоту посмотрим. Ой, я чувствую, как горячая, уже трагистрированная. Вот, 131 кГц, пусть уже немножко остынет, уже как бы дым ощущаю. Такой, когда лёгкий уже пахнет, начинает на употребление. Вот 1,3 ампера где-то. Вот такие дела. Можно посмотреть. Ай. Думал включить ТДКС, чтобы разрядником показать, наверняка тогда диоды сгорят. Вот выходные. Вот эти выпрямительные. С диодами не буду пробовать. сгорят. У меня это, конечно, уже гадко как-то. Как у него с разрядником, например, 25 кГц, то есть 25 гц шлёпает и как он там так может с такой низкой частотой поддерживать. Чтоб вам подарили там 3 по 500 ватт, 1,5 киловатт всего на такую большую мощность. Попробую включить с компьютера ещё кое-что показать. Сегодня ещё наушник починил. Искал, где у него провод порвался. Вон оказывается, вот этот кусок порвался в одном наушнике. Нужно было потом и там проводок просунул. А я когда искал, я резал в многих местах. Вот тут порезал, там вот тут резал. Вот это разбирал. Думал, смотрю, может тут. Починил, теперь хорошо работает. Теперь два наушника работают, громко срегулируется. Всё, какие должно быть. Микрофон ещё есть. А так раньше один только работал. Вот ещё вот этот наушники чинил. Но тут динамик там сгорел. Не знаю, не знаю. В общем, контакта не было. Его выбросил, только магнит вытянул. В общем, новую динамику вот тут поставить, приклеить. Тогда можно и вот эти починить. Вот магнит. О, к магнитам все. У меня магнит. Батарейка. А ещё я вот эту ещё пробовал чинить. Тут уже от влаги вся схема тут покрылась уже какими-то ерундой какой-то. Так бы уже не было желания отвозиться и чинить. Тут я думал, вы этот выключатель выпаять, чтобы его использовать. И следовать вот эту дроссель или резистор вот эту микросхемку, которую свет определяет, но как-то уже не знаю. Может её выкнуть. Потом разбираться, что к чему уже. Какие ножки там, что управляют. Не очень есть возиться. Может она сгорёшь. У меня тут интернета нет в этой квартире. В другой квартире интернетом пользуюсь. Вот здесь. Вот я прокомментирую это видео. Без звука. Что-то не хочет умирать. Стоп нажму и зону. Вот. Так, он тут собрал установку на трансформатор Тесла. Вот это у него трансформатор Тесла. Там блок питания. Пуш-пул питается обмоткой. Она видимо идёт вот на эту обмотку, которая намотана от лаковой части. Её вот выходит тут. Вот. Может он... Эта обмотка использовалась на том видео, где за разрядником. Там она дне, катушка тёмная. Ну и поверх намотана. Поэтому, может он её и не перематывал. Просто катушку вот перемотал и поэтому осталась от лаковой. А вот это вторичная обмотка трансформатора Тесла. Эта платка качает вторичную обмотку трансформатора Тесла. Это Пуш-пул. Это видимо сам генератор. Не знаю, тут есть синхронизация или нет. Это генератор Пуш-пул. Это просто питание, склаживающий конденсатор. Видео не показывает. Мало, наверное, не так. Вот это генератор для Тесла. Может синхронизация. И это уже сам транзистор. И там конденсатор измлаживает. С него, как я подполагаю, идут два провода на эту лаковую обмотку. Первичную без никаких резонансных конденсаторов. Потом вот эта катушка, эта съемная, которая идет прямо на лампу. Тоже без никаких резонансных конденсаторов. Ну и на блок питания для самозапитки. Вот тут, вот она идет, ее провода тут идут. Тут идет вот на блок питания для самозапитки. И вот на эту розетку идут еще провода двое. Потом с розетки к лампу идет. То есть идет и без диодного моста прямо на лампу. Хорошо, что он на диодного моста отказался. Значит, можно настроить и без диодного моста, и одной проблемой меньше. Вот так нужно еще думать, вдруг у Руслана диоды другие, там какие-то может в диодах суть. А так уже нет диодного моста, и уже этих мыслей не будет. Это уже хорошо, что упростилась задача. Но если тут действительно так, как я описываю, то вообще-то на задаче очень не прощаюсь. Если тут вот на этих катушках нет никаких резонансовых резонансаторов, как на моей этой установке, где я показывал. И там нагрузка, ну вот он, экономичкой по 25 ватт, наверное. И там по 75 ватт и две лампы еще. Вот тут, ну так как тут сама запитка, еще блок питания, мы уже там каких-то 60 ватт потребляем. Поэтому, тут как бы нагрузка небольшая. И тут вот что, вот видно это все на катушках, вот это, под низом намотано, на лаковые. А тут вот вторичная катушка трансформатора Тесла. Провод где-то 0,7-0,8 миллиметров, я смотрю. Так, когда он там приближал, приближал, то было видно там примерно какой-то круг. И вот тут ее один конец вот тут по воздуху висит. Как бы он тут очень неэффективно сделал. Нужно было ему либо антенну делать, либо вот эту катушку вот тут рядом поставить, либо с той стороны. А так тут в нее поле очень слабо облучает вот эта вся катушка. Если бы рядом стояла, тогда бы она много сидит. Поэтому, я думаю, он столько мало мощности и получил. Вот тут уж было два транзистора. Адиатор тут хороший поставил. Вот тут, наверное, ИРФДС-60. Вот генератор Пушпула. Вот он драйвил на транзисторах. Это сглаживающие конденсаторы и как-нибудь плюсы, чтобы часы уже шел вот на плюсы. Это плюсы вот на атомыр. На Пушпулы обмотки плюсы. ИРФДС-60. Тут питается трансформатор Теслы, видимо, тоже 25 вольт. 24 вольт, то есть 3 вольт. Вот тут 3 витка. Ну, тут 3 витка я бы не советовал. Если 3 витка, то я бы советовал их шире сделать, тогда бы мощнее Теслу качала. Потому что первичная обмотка бы больше витков перекрывала. Вторичная обмотка ему бы вторичная обмотка выше напряжения давала. А ему ведь это его и надо. Чтобы больше мощность было. Вообще-то лучше было бы тут где-то использовать 5 витков, например. Вот так витку и каких-то там 50-100 вольт. Когда эффективнее было. Вот такие длинные провода. Да, он его идет на индуктор. Это тоже к ним не хорошо. Ну, может, у него тут еще конденсатор есть. Параллельный индуктор. Ну, вот это первичная обмотка. Вот, показывает напряжение. Тут он специально 23 вольта, где-то 22 вольта настроил. Чтобы потом показать, что ноль напряжения. Потому что блок питания там 24-25 вольт выдает. Чтобы когда будет самозапит, тогда упадет ток до нуля. А если было, например, 26 вольт настроено, тогда бы не упал до нуля. Так вот, поэтому он 23 вольта настроил. Вот у него пуск употребляет меньше амперы. Этот переключатель у него включает трансформатор Тесла. Он тут на плюс перекрывает, который вот... В общем, выключает трансформатор Тесла. Вот идет тут, потом вот тут идет и на плюс. Ну вот. Не просто индуктор переключает или генератор выключает. Просто плюс питания выключает и все. А потом тут глаживающие конденсаторы на расселегающие. Потом будет нормально. Если бы не было бы тут глаживающих конденсаторов, тогда такое было бы потеря длинный провод. Он в других роликах показывал вот такие лампы. У него были 75 ватт. Насколько помню, поэтому я и говорю, что тут 75 ватт. не понятно. Там непонятно. Это заземление. Это как бы подмышленка. От съемной катушки идет один белый провод, как бы от съемной катушки, потом идет вот там, на самозапит. То есть он так и так подводит, а не так соединяет, а потом один провод выводит. Поэтому как бы тут нормально. Потом тут индуктор, вот один индуктор и провод. То есть от пуш-пула провод идет вот тут и потом идет на первичную нотку на трубе. Тут тоже как бы нормально. Вот это заземление. А вот один как бы белый провод лишний получается. Либо один белый, либо один вот такой черный лишний. Как бы непонятно. Допустим, один белый, либо один черный, это на минус идет. Возможно, второй провод, белый, он идет, какой-то из этих белых идет на минус Тесла. Как бы это бестолкануем, как бы так ошибся немножко. Вот, иначе как бы не могу объяснить, почему это, почему как бы за многое слишком одного провода много. Как бы этого не должно быть, либо какого-то из белых не должно быть. Вот и от трансформатора Теслы конец тоже на землю идет, нижний. Вот видно тут верхний конец. Ну тут видно примерно, каким проводом намотано. Тут где-то 170 цветков может быть. И вот тут идет провод, и там потом будет видно, что он нигде не подключен. Вон, в воздухе висит. Вон, уйдет его конец, а тут в воздухе не висит. Вот это его трансформатор, вот эти два идут на стоке транзистора, два провода, это плюс средняя точка. Вот это вторичные обмотки пушкового гриферита. Трансформатор этого, вот это вторичные обмотки. Вот это я объясняю для тех, кто сейчас совсем не очень понимает. Тут у него какие-то снайберы, диоды стоят. Вот это снайберные цепочки. Вот конденсаторы, тут диоды резистора. Это так делают снайберные цепочки. Или дремсерные, кажется по-русски правильно. Ну и тут он стабилитрон или что-то еще стоит. Вот это все ерунда. Можно ничего этим не ставить, этих снайберных цепочек. Если они эффекта сверх единицы не дают, то я не вижу смысла ставить. Я их никогда не ставил, ничего у меня не горело. Не знаю, как там другие умудряются на что-то полить. Якобы там без них что-то там сгорает. У меня ничего такого подобного не было. У меня не драйвер, у меня управляющие транзисторы там. Поэтому, может, на драйвере и будут гореть. Или, может, ставят в затвор слишком мало сопротивления. Там каких-то 2 Ом. Тогда больше риск, что сгорят. Когда раньше не разбирался, в этой электронике я раньше ставил 500 Ом. И тогда у меня не горели транзисторы. А когда мне ставил поменьше, они тогда начинали гореть. Поэтому я раньше придерживался 500 Ом. Потом узнал, что это очень слишком много. И тогда не успевает нормально открываться и закрываться. Тогда потом начинал где-то 10 Ом. Теперь у меня где-то 10 Ом, 20 Ом стоит. Но там пуш-пулы частота небольшая. Поэтому там хватает. Мне 10 Ом спокойно. Например, у меня вот этот самодельный блок питания, от которого я питалась. Вот эта вся система. Он тут вот работает. Очень простенько работает. Это вот транзистор его. ИРФ 840. Это обратоходовый. Вон там диоды. Одна выключена. И пока. Что тут? И они ударивают. Вот диоды холодные. Но теперь они под нагрузкой. Конечно, будут холодные. Вот три в параллель диода. Один с тремя ножками. Другие. Этот тоже с тремя ножками. Этот с двумя ножками. Они тут где-то на 100 вольт. Потому что на 60-40 вольт четкие диоды у меня горели. Нужно высоко вольт поставить. Ну тут 25 вольт. Ну тут вот конденсаторы. Тут вот идет обратная связь напряжения. Тут вот ходит вот. И управляет, чтобы напряжение было постоянно 25 вольт. Тут стабилитрон на 24 вольта. И когда превышает 25 вольт. 24 вольта. Начинает тогда поступать напряжение на стабилитрон. Там как-то и через резисторы. И начинает питать там транзисторы базу. И оптопары вернее. Вот оптопары четыре ножки. Тогда оптопары перекрывают там такую ножку. Ну там на микросхеме УЦ там 38 или как она там. И тогда она начинает скваженность уменьшать. И она так саморегулировающе поддерживает. Всегда постоянно напряжение вот тут на выходе. Вот на одном транзисторе это. Вот такие резисторы. Это как бы шунт определяет, что если превысится ток, тогда он начинает... Ну, в общем, это ограничитель тока. Такие резисторы, если выше 5 ампер, начинает уже все. Выше 5 ампер не может быть. Начинает напряжение тогда понижаться. На выходе блока питания есть где-то выше 5 ампер. Такой, можно сказать, это блока питания на 5 ампер и на 25 вольт. То есть где-то на 125 ватт. Транзистору вот и радиатора не надо. То есть вентилятора не надо. Вот такого достаточно. Радиатора и он хорошо чувствует. Правда, если его на 5 ампер постоянно держать, то он такой достаточно горячий становится. Не для такой степени, чтобы сгореть. И у меня еще ни разу не может, чтобы он сгорел. У меня Тесла намного сильнее нагревалась, не умирала. Там транзистор вообще уже начиналось дымом пахнуть. Дотронуться до него нельзя было и он не сгорел. Вот тут такой дроссель еще по плюсу. Вот потом еще конденсатор изглаживающий. Будет ледное питание. Вот-вот емкость по входу. Там диодный мост. Францистор был у меня диодный мост из такой коробки с четырьмя выводами. Но потом там некоторые сгорают и потом надо весь диодный мост заменять. Я тогда перепаял, что были по каждому диоду из четырех диодов. Поэтому если один сгорит, так только один надо заменять, не весь. Так проще будет. Конденсатор тут на какую-то емкость. 220 микрофарад 400 вольт. С выше конденсатором емкости можно выше получить. Мощность. Тут дроссель по питанию. Тут вообще без него можно. Чтоб как было. Как у всех. Как у нормальных блоков питания. Тут еще вот между плюсом и минусом вот такой конденсатор. Чтоб побыстрее все это работало. А вот сам трансформатор. Вот на ферритовом стержне намотан. На которую шнягу намотает. Частота 160 кГц. И она не меняется. Меняется только скважность. При разной нагрузке. Вот первичная там где-то 60 витков. Вторичная где-то 10 витков. 16 витков. Потом еще обмотка. Такая тонким проводом обмотана для питания микросхемы. Это я уже не раз рассказывала о нем. Может кому-то будет еще интересного. Вот. Он тут показывает, что ничего нет. Я бы сказал, это зря он тут делает. С чем он тут убеждает? Убеждает? А не объясняет. Лучше бы объяснял бы. Вместо того, чтобы он тут убеждал. Те, кто верит, кто верит, кто не верит, не верит. Убеждает. Убеждает. Другие потом еще начинают больше подозревать, что их убуждает. Какое-то крепление, интересно, прикрепил к нам. Это как бы на микросхема синхронизация, это драйвер, не знаю, тут есть пачки или нет пачек, два переменные резистора. Не знаю, как мне вот эта нота, она вообще не важна. Включают нагрузки, вот длинные провода. Раньше говорил, что при длинных проводах будет как бы проседать напряжение как на дротик. Но если провод рядом друг с другом, тогда он как безиндуктивный получается, тогда там не теряется ничего. Поэтому 220 вольт, например, всегда идут рядом два провода и друг другое поле уничтожает. И на них как бы они не становятся как дротик. Вот эти визор, а это минер. У меня тут это видео, я на деревне его скачал, там не до конца до качалки, там интернет кончился. О, главное тут уже показано, вот еще такую шутерсть покажу. Вот там на самом деле это видео стоит вертикально. Вот так можно вот на этом VLC проигрывать или сделать, вот тут залезть в настройки и вот тут трансформировать, выбрать и покрутить на 277 градусов. Я тут все по литовскому посмотрю. Ладно, это для всех видео, кто делает, потом для других видео надо опять это убрать. Вот тут еще вишни, это конечно не все. Там еще в другой квартире есть, там еще мама в банке заложила их в зиму. Вот тут разрядник, как я делал, вот тут из несколько параллельных конденсаторов по 5 нанофарад, может по 10 нанофарад, потом там 5 нанофарад, там 2 нанофарада и все параллельно включены. Тогда получается. Такие медленные разряды, я там смотрел, частоту можно где-то 20-15 Гц получать. Но это еще частота зависит от мощности ТНКС, можно эту частоту регулировать. Частоту вот этого транзистора и тогда меняется как бы сила его, и он начинает с разной частотой уже разрядник шлепать. То есть заряжаться они начинаются разные быстро-то. Но там у Руслана-то как бы тот разрядник очень так... Время между этими разрядами я на аудио смотрел. Вот это на разряднике. Вот там его разрядник. У меня есть даже аудио. Это установка записи и она очень четкая, то есть шагает. Вероятно у него эти свечи разрядник очень хороший. И поэтому заряжаются очень всегда правильно, конденсаторы тоже там качественные. Поэтому вероятно, что он даже там не использовал никакой там синхронизации. Ну то есть у него тот ТДКС вероятно работает не на 25 Гц, как я раньше предполагал. Так что на 25 Гц это как-то еще не очень логично выглядеть на такой низкой частоте делать-то. Я думаю, что там он вряд ли смог бы там заряжаться. Ну хотя, может быть... Так вот, я где-то тут... И запись. И запись. Что такое компьютер мочит? Дисктоп ничего не показывает. А музыка я сохраню. Вот разрядник. OpenWitch Outer City. И... Эту часть записал только. Я тут вставил. В общем, не буду вставить. Вот. Одинаковое расстояние между... Между каждым разрядом. Вот. Сила тут разная, но... А нет. Вот это... Вроде бы этого разряда... Вот этого так значительно больше. Вот так условно значительно. Вот так. Сейчас посмотрим. Вот тут вот. Вот длительность 47 секунд. 0,47 секунд. Вот теперь этого и этого. 0,38 секунд. Так что, вероятно, у него там... Хороший разрядник. И тут вот 0,40 секунд. Тут 0,43 секунд. А я тут, может, еще немножко. Ну, точно. Выбрал. Ну, все равно, у него достаточно так постоянно. Частота сильно так не плавает. Как у меня. У меня-то там очень сильно уже на глаз заметно, что... Бывает так постоянно. Постоянно потом уходит и плавает. А вот тут всегда постоянно. Вот, что делал на 25 Гц. Генератор тоже как-то сомнительный. Там уже нужно зарядить очень сильными импульсами с малой скваженностью. Первичкой, потом она должна дать очень мощный импульс с перенадцем на вторичку. Не знаю. Так как бы... Да, по идее, может мощности не хватит. Вот такой низкочистотел. Чтоб так громко у него разрядники получались. Но это как бы по идее не важно. Ведь главное, какой частотой разрядник. Оп! Это не какой частотой. Это такая... У него все равно там без синхронизации между бушбулами и разрядником. Только я думаю, что может это на побочном эффекте работает. Как бы... Обратный ЭДС от вот этого... От ЭДКС. Он идет, как-то наводится на ключи, на горшок. Он как-то начинает там переключаться по-другому. Или может на катушки доходит. Это как бы обратный ЭДС уже от ЭДКС воздействует. Разрядник там не особо и причем. Может быть и так. Потому что я уже сделал на разряднике. Примерно так, как у него и ничего нет. Никакой... Никакой сверхъединицы. Никакой прибавки. Хотя многие боятся этого слова. Сверхъединицы говорят в природе. Нет сверхъединицы. Да какая разница и есть или нет. Это просто, чтобы было удобнее общаться. Если сверхъединицы, так уже сразу понятно, что... что-то уже, ну как бы, то, что ищем, то, что надо. Это нужный эффект. Уже прибавка энергии есть. А если скажешь прибавка... Прибавка это... От разрядника, ну конечно, есть маленькая прибавка. Но это не сверхъединица. Лампочка начинает ярче гореть. И появляется прибавка. И как бы слово не очень. Надо другими словами еще дополнительно пояснять, что это прибавка есть. А сверхъединица это уже... Одним словом понятно, что это уже... что на выходе больше энергии, чем на входе. Вот у меня разрядник ничего там особо не меняет. Немножко. Вот эта лампа особенно начинает ярче гореть. Как бы по свечению такое чувство было, что в два раза ярче. И тут иногда... Вот тут синее такое пламя просакивало у нее. Вот, любой... Можно взять... Любое место и примерно везде расстояние... так... 0,44 секунды. 0,44 секунды. 0,44 секунды. Офон вроде мы все повторил. Так как у него... видео с разрядником. Только у него там трубка. Вот такая мы... Не должно ведь влиять трубка или не трубка. Поэтому я не знаю как у него там ремонт. Ну как бы по видео вроде бы все ясно. Вон там и сам настраивает долго этот качер. Я же качера частоту так рукой приближала. Она там на герцы менялась очень медленно. Как бы ничего не менялась. Так что если бы нужно было бы частоту совместить... Вообще непонятно как это работает. Никакая теория как бы не поддается объяснению как это работает. Если вроде бы все схемы есть, а никого не получается. Даем сам, если настраиваем это долго. Все.